Днепропетровский Днепр Днепропетровский Днепр Как и было анонсировано ранее, главным тренером Днепра не полетели на сбор Кравченко, Матас, Политило и Полевой, вместо которых Мирон Богданович видит других исполнителей. Есть Федорчук, который хорошо себя рекомендовал. Есть еще у нас Канкава, который был небольшим повреждением. Есть Ротинь. Я тут не вижу сейчас особенных проблем. Судя по всему, на данном этапе обойма состава в Днепре все же укомплектована, но в заявке Днепра к старту внутренних соревнований могут быть внесены новые лица. Возвращаясь к новобранцам, уже оформивших свои отношения с клубом, первым под прицел журналистов попал, вернувшись я из аренды, Валерий Федорчук. Судя по всему, я задоволен, потому что все-таки это Днепро. Я уже наголошу, что когда я ишел в аренду, в Карпат, в Валерий, я завжди мрюю вернуться из Днепра, через эти команды быть подготовлены, чтобы показать нормальный уровень и с этой командой добиваться победой. Главным же ньюсмейкером последних дней из лагеря Днепра стал экс-игрок Донецкого «Жахтера» и каталонской «Барселоны» Дмитрий Чегринский, подписавший на полгода джентльменское соглашение с Днепром с явным желанием вернуться в большой футбол при поддержке и содействии нашего клуба. Мені в першу чергу самому собі потрібно доволен, потому что продовжу тривалого времени мы, скажем так, переслідули пошкоджения. Тому я думаю, что это оптимальный вариант для нас всех, для меня и для клуба, потому что если я за полгода не встигну, не смогу себя проявить в любом случае, то нет смысла продолжить нашу сотрудничество, поэтому это оптимально. При этом, я думаю, Днепро не имеет никаких рисков, скажем так. Так само, все всего лишь пів року, але за цей час, думаю, може і Днепро визначитися і я, тому практично всіх знаю, і в тренерському штабі, і в футболістів, тому прийняли дуже добре, ніяких проблем не відчуваю. Днепро Остается пожелать Дмитрию успехов і возрождения в большой игре, безусловно, принести максимальну пользу своей новой команде. Днепр отправляется на регистрацию рейса в Анталию. Впереди финальная стадія подготовки, два контрольных матча і стартовий матч сезона. Напомним, 19 февраля ми граем первый поєдинок 1-й 16-й лигі Європи в Києве против греческого Олимпиакоса. Андрей Днепровський, специально для болельщиков футбольного клуба Днепр. Днепр.